Приветствую вас, Алиса. То, что я хочу вам сказать, скорее всего, мне понравится, но как бы здесь выбора у меня особо нет. Мне проблема видится ваша в том, что вы себя обманываете, вы себя обманываете достаточно сильно, и проблему, вообще-то говоря, решаете не с того конца. Ну, помимо того, что я чувствую вас вину, да, то есть я чувствую, что вы себя вините, чувствую, что вы обменяете себя за вот поведение, которое, по вашему мнению, является непредемлемым и вообще для вас не характерным, не характерным, вот. Помимо этого, то, что вы склонны, ну, не склонны, может быть, чувствуете вину, да, и того, что с виной нужно работать. Я вижу ещё и такой момент. Значит, вы себя обманываете. В каком смысле вы себя обманываете? Не в том смысле, что ваш мужчина, ну, вот, текущий, с которым вы сейчас в отношениях, вам не нужен и нужно его бросать, нет. Вы обманываете себя по поводу своих желаний и по поводу своих чувств, понимаете? Да. Вы описываете морг, вы описываете увлечённость свою, вы описываете страсть свою. И все это очень здорово, с одной стороны. Но, с другой стороны, если такие чувства, если такие эмоции у вас возникли, то, скорее всего, речь идёт именно о том, что вам в отношениях с мужчиной вашим чего-то не хватает. И с субъективной точки зрения, то есть, вот, с точки зрения именно вашей, это означает, что вы неестественно себя с мужчиной ведёте. Что совместное проживание с мужчиной, отношение с ним для вас означает неестественность поведения, стеснение себя в чём-то и так далее. И именно это привело к тому, что вы вступили в отношения с другим человеком, пускай и на расстоянии, пускай и вы никогда даже не виделись. Но какие-то чувства возникли к нему. И если бы он не оказался вот тем, кем он оказался, да, то, в общем-то, неизвестно, что бы было. С другой стороны, и выбор мужчины тоже не случайный. То есть, не случайно вы выбрали этого человека. Не случайно вы выбрали такого человека себе, да, нарцисса, привлекательного и так далее. То есть, возможно, вам чего-то не хватает. Я могу предположить, что вам не хватает ощущения себя женщиной в отношениях с вашим мужчиной. Да, он даёт какую-то стабильность, да, он даёт какую-то определённость. Но вот женщиной вы себя не ощущаете с ним. И выбрали такого вот ярко выраженного именно мужчину с точки зрения гендерного поведения. Потому что вам не хватает вот этой вот женской, может быть, составляющей вашей жизни. И понятно, что здесь можно и нужно говорить о гармонизации отношений с мужчиной, о принятии вами своих собственных переживаний, своих собственных чувств, своих собственных эмоций, о раскрытии этого, о реализации этого. Ну вот. И тогда никакие подобные вещи вам грозить не будут. Собственно, и душ терпить вы тоже не будете. Вот. А по факту сейчас вы говорите. Я хочу есть. Я голодна. А мне предстоит встретиться с тем, кто пахнет хлебом, например. Как мне сделать так, чтобы, будучи голодный и встретившись с тем, кто пахнет хлебом или у кого есть хлеб, и кто мне его предлагает. Как мне ему отказать? Это заведомо ложная позиция. Понимаете? Это заведомо тупиковая ветвь. Потому что если вы ничего не будете менять в отношениях своих, если вы ничего не будете менять в себе, то рано или поздно это повторится. Ну, не с этим мужчиной, так с другим мужчиной. При том, что на оценку у вас падает вот именно из-за того, чтобы такие мужчины начали общаться и вообще близко, значит, ну, близко, э, быстро. Достаточно. Начали поздраваться и молчусь в любви и так далее. То есть это говорит именно о том, что у вас отсутствует гармония в себе. Внутри вас и в отношениях. И нужно что-то делать с этим. И тогда у вас всё будет более-менее нормально. Ну, понятно, что какие-то проблемы всегда будут, но более-менее нормально будет. Никакого правильного решения относительно того, как вести себя с таким мужчиной нет. Потому что отказать цивилизованно у вас не получится. Если вы правый и он нацист, то, ну, в любом случае вы его заденете. В любом случае. И в любом случае он пытается вас унизить. Поэтому, опять же, здесь многое зависит от того, насколько у вас чёткие представления о себе. Насколько устойчивы они. Понимаете? Вот. А вы говорите о том, что вы сдержанный и серьёзный человек. Я вам верю. Но это... Для меня это как бы звучит в таком ключе, что я подавляю свою детскость. Я подавляю свои чувства. И... Вот. Иногда они вырываются у меня вот в таком виде. Да? Вот. В таком вот виде. Врывообразно. Скажем так. Вот. И... Мне думается, что это говорит о том, что вы не совсем та, кем вы являетесь сейчас. Вам имеет смысл посмотреть в сторону больше такой импульсивности, да? Больше спонтанности, может быть, с остальной стороны. А с другой стороны, ну... Как бы посмотреть, а вот как я воспринимаю того мужчину, который рядом там... Который рядом. Ну да, он хороший, он надёжный, он высокоморальный и прочее. Но как я его воспринимаю? Чего я хочу? А... Именно вот. По отношению к нему. Я думаю, что так. А... Идеально, конечно, было бы если... Вы бы вдвоём обратились на... Консультацию. Вот. Но... Я... Реалист. Я не думаю, что... Вы обратились вдвоём. Вот. Было бы неплохо поработать только-только бы с вами. Сейчас вы находитесь в позиции жертвы. Лично. Потому что... Вы не несёте ответственность за свои... Эм... Чувства. За свои желания. Вы пренебрегаете ими. Эм... Эм... Вели... Великое заблуждение. Эм... Думать, что чувствами можно пренебречь только потому, что это не что-то... Реально не что-то... Что можно потрогать. Эм... Как видите... Я надеюсь, что вы видите... Что... Чувства куда были реально, чем... Может быть... Всё... Всё... Остальное. Вот. Поэтому... Такой мой ответ вам будет. Я думаю, что... Проблема ваша заключается... Исключительно... Ну... Ну как... Исключительно, конечно... Ну вот... Функционально, да? Вы... О том, что вы... Находитесь в отрыве от своих... Желаний. И... Страсти, конечно, поутихли. Да... Страсти поутихли, но это нормально. И... Всё можно... Грубо говоря... Поддерживать... При... Желании... Определённом. Определённом. Вот. Но... Вы этого делать... Обровенно не хотите. Вот. Поэтому... Такая вот история. И вы... Опять же... Ищите какой-то вот... Эм... Спо... Способ... Какое-то решение. Понимаете? А... Значит... Как всё корректно объяснить? Спрашивайте вы, да не как. Потому что... Мужчине не нужно ваше корректное объяснение. Человек... У человека... Эм... Нет... Обратно говоря... Эм... Мотивация... Вас... Слушать... 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 Вот... Нет... У человека... Мотива... Такая вот история. А... Вот... То... Что... Я могу вам сказать... Я... Я могу... Только... Надеяться... Я могу только надеяться... Я могу только надеяться... На то, что... Вы... Сделаете выводы из... того, что... Я сказал... Вот... И... Поработаете над... Гармонизацией... Своих отношений... Машины... На этом всем... Я желаю вам всего доброго... И... Удачи! Спасибо! Продолжение следует...